МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПИКОЙ! 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 Спасибо большое! Назвать это просто популярностью было бы неверно. Десять лет назад в стране просто наступил массовый психоз. Если бы не охранники, певца точно разорвали бы на сувениры. Сменялись города, площадки и времена суток, но картина оставалась прежней. Вы знаете, я радуюсь, когда люди плачут на моих концертах. Я понимаю, что это слезы очищения. Я понимаю, что это слезы радости. СПИКОЙ! Он появился внезапно, словно инопланетянин, сошедший на нашу Землю из космоса. Именно так, кстати, многие его поклонники до сих пор и считают. Уже через два месяца после выхода своего первого альбома в 2001 году Витас стал, пожалуй, самым популярным певцом в России. А как только на российских экранах стали крутить клип оперы номер два, тут же все поняли, это явление, и вполне возможно, паранормальное. И вот уже вся страна без устали обсуждает, сам ли поет, есть ли у него встроенный в голосовые связки усилитель, с какой планеты он прилетел, и главное, есть ли у него жабры. Никто и не думал, что такая удачная авторская находка режиссера клипа Юрия Грымова вызовет такой резонанс. Были даже случаи, когда, приезжая на очередной концерт, какой-то очередной город Витас находил в гримёрке ванну. Интерес изрядно подстёгивался тем, что Витас вообще не давал интервью. Всё общение с прессой на себя взял его продюсер Сергей Пудовкин. Было ли это тоже удачным пиар-ходом, который держал в голодном ожидании журналистов, или диктовалось другими причинами, мы, видимо, не узнаем никогда, потому что некоторые файлы с грифом «Витас» до сих пор не рассекречены. Я разделяю общение на приятное общение и на неприятное. Бывают люди, с которыми просто неприятно общаться. И я стараюсь избегать таких ситуаций. Однако существовал и другой Витас, которого никто не знал. За всеми этими слухами, пиаром и бесконечными шурой шоу-бизнеса сама неординарная личность Витаса, тонкая и ранимая, словно бы оставалась в стороне и жила только в словах и в музыке песен, которые он сочинял. И единственным человеком, которому не нужна была эта сияющая оболочка, который знал, что творится на самом деле у него в душе, и любил того, другого Витаса, любил бесконечно. Была его мать. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Испытание обрушивается на певца во время его гастролей в Сочи. Витасу сообщают о смерти матери. Для него это становится сильнейшим ударом, от которого певец не может отправиться очень долго. Витас будет посвящать маме песни, одну за другой, пока не наберется целый альбом. ПЕСНЯ Когда я родился, моя мама спросила, кто у меня, мальчик или девочка? Ей сказали, у вас мальчик и очень голосистый. ПЕСНЯ Вы знаете, я думаю, что это божий дар. В тот момент, наверное, когда я родился, Бог поцеловал меня в темечко и дал мне эту возможность. Он, в первую очередь, подарил мне талант, силу воли, несгибаемое намерение побеждать и уже потом, конечно же, не без этого защищать свои титулы. ПЕСНЯ 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 Перепутать божий дар с божественным происхождением очень легко, когда на двоих концертах вдруг прозревают слепые, поднимаются с инвалидных колясок те, кто давно не ходил, ну или просто и банально падают в обморок. А потом произошло то, что и должно было произойти. Рано или поздно любой удачный пиар и такой выверенный до мелочей имидж начинает работать против своего обладателя. БОЛЬШЕНСТВО ПОКЛОННИКОВ перестали верить в жабры ВИТОСа и переключились на другие эпатажные страсти российского шоу-бизнеса. Бои экстрасенсов и программы про НЛО. Сам ВИТОС с его глубоким внутренним миром уже не интересовал простых обывателей, которые ежедневно живут в ожидании чуда. На вопрос, где сегодня ВИТОС, ответить сложно. Возможно, его астральное тело способно быть сразу в нескольких местах одновременно. Но чаще всего ВИТОСа сегодня можно встретить в Китае, где армия его неистовых фанатов насчитывает миллионы. А в некоторых городах уже стоят памятники инопланетному российскому певцу. Вот так сегодня встречают ВИТОСа в Китае. ВИТОС! 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 В далеком Китае бренд ВИТОС сегодня вызывает не меньше ажиотаж, чем 10 лет назад в России. И о чудо! То ли ВИТОС так быстро выучил китайский, то ли китайцы русский. ПОДПИСЫ 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 А вот ВИТОС на съемочной китайской площадке. На главную роль в фильме «Мулан» его взяли вообще без проб. А что его пробовать? ВИТОС он и есть ВИТОС. В центре пустыни мы снимаем мировой блокбастер. Казалось бы, ВИТОСу открыты все тайны этого мира, но и сегодня он не готов ответить на вопрос, зачем Бог наградил его этим голосом и этой судьбой. Вполне возможно, в кабинете ВИТОСа и установлена вертушка с экстренной связью прямо в Поднебесную. Но стоит ли беспокоить Бога по мелочам? У каждого из нас будет возможность это спросить у него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok